В Казанском федеральном университете изменилась процедура распределения мест в общежитиях. Получит ли обучающийся комнату определить специальная комиссия? В ее состав войдут сотрудники институтов и представители органов студенческого самоуправления, профсоюзной организации, студенческих советов и антикоррупционной комиссии. За старшекурсниками сохранятся их прежние комнаты. Остальные, в том числе первокурсники, будут распределены по свободным местам деревни универсиады и студгородка. Для студентов первого курса процедура заселения начнется, как обычно традиционно, в КСК КФУ УНИКС. С 8 до 8.30 мы собираем студентов по институтам, дальше с ними проводится инструктаж, здесь распределение идет по комнатам, здесь каждый студент уже понимает, где он будет проживать, и потом он проходит определенные процедуры. То есть я рекомендую всем студентам первого курса обязательно первое ознакомиться с регламентом, потому что там указаны очень важные моменты, а особенно те категории студентов, которые имеют приоритетное право предоставления места в общежитии. До 20 августа студентам необходимо подать заявление на общежитие. Сделать это можно через личный кабинет. Важным моментом оформления заявления является прикрепление дополнительных документов, предоставляющих приоритетное право на заселение. Перечень критериев распределения мест в общежитиях можно найти во вкладке «Порядок заселения» на сайте университета. Сначала, конечно, это все категории, которые прописаны в Федеральном законе об образовании. Эти категории предоставляются. Дальше также отдельное внимание уделяется студентам, которые обучаются по гослинии. Это студенты, дальше идет категория нуждающихся студентов. Потом это студенты, первокурсники, это именно их касается, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов и которые являются призерами и победителями различных олимпиад. И вот дальше будут учитываться различные достижения студентов. Представители университета отмечают, распределение комнат будет зависеть и от количества свободных мест. 22 августа после 6 часов вечера на сайте Казанского федерального университета начнется публикация списков расселения. Они будут обновляться ежедневно. В списках помимо адреса общежития будут указаны контактные данные представителя университета. С ним студент сможет обсудить все интересующие вопросы. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.